В районе Шуши были зарегистрированы три обстрела армянских постов, сообщается в информационном бюллетене российского миротворческого контингента в Арцахе. По информации миротворцев, огонь велся с позиции вооруженных сил Азербайджана. В результате обстрела ранения получили двое армянских военнослужащих. Командование миротворческого контингента проводит разбирательство. Азербайджанское министерство обороны уже высказало обиду в адрес Министерства обороны России, что оно подтвердило сведения о том, что огонь велся только со стороны азербайджанцев. В Арцахе открылся современный завод по производству цемента и стройматериалов из этого вещества. Договоренность об открытии с предпринимателем Ваге Акапяном была достигнута еще до войны, в сентябре 2020 года. Инвестиционный проект был реализован за 2 миллиона долларов. На заводе кроме цемента будут производиться и другие стройматериалы, необходимые для масштабных строительных работ в Арцахе. В свою очередь, основатель и директор фонда САВА Ваге Акапян отметил, что в год планируется производить от 60 до 65 тысяч тонн цемента. Основной рынок сбыта – сам Арцах. Продукция, произведенная на заводе, будет стоить дешевле, чем завезенная из другой страны. В Степанакерте в отеле Европа прошел благотворительный концерт «Мы будем жить» с участием ансамбля Арцахи Кнер, Арто Тунч Бояджана, Шушан Петросян, Нарайра Карташьяна, Карена Мамиканяна, Григора Довтяна. Уже в течение нескольких дней азербайджанские власти установили опорный террористический пункт на трассе Горис Капан рядом с Варатаном. Чем занимаются бандиты с опорного пункта? Первое – взимают с водителей иранских грузовиков деньги за проезд на свое усмотрение – с кого-то 100 долларов, с кого-то 350. Второе – останавливают под угрозой оружия армянские автобусы с грубят и хамят детям, пытаясь запугать их. Кстати, испорченный азербайджанцами флаг Арцаха, который они соскребли с автобуса, уже заменен на новый. Но хочется спросить у властей Армении. Мы знаем, что строится новая дорога в обход этой. Об этом следующая новость. Но разве с террористами, забрёдшими на территорию Армении, не надо разбираться антитеррористическими методами? Или демаркация границы уже проведена? Ждем разъяснений. Дорога Татеф-Агван длиной в 43 километра будет готова к концу ноября. На дороге идут работы по расширению. Из бюджета выделено 18,4 миллиона долларов. Новая дорога должна решить дорожную проблему в Сюнике. В Гюмри состоялось официальное открытие образовательного центра Тумо Гюмри. В Армении 1009 начинающих технологических компаний получили налоговые льготы. Товарооборот между Арменией и Россией в первом полугодии 2021 года составил 1,9 миллиарда долларов. Рост составил 17,2%. Депутаты Затулин и Милонов победили в своих округах и прошли в новый созыв Государственной Думы России. Поздравляем Константина Фёдоровича и Виталия Валентиновича с победой! В Ереване достраивается новый мост Аргаван-Ширак через реку Роздан. Это будет пятый по размерам мост столицы. Длина моста составит 252 метра, а ширина 28 метров. 70% работ уже завершены и через несколько месяцев мост должен быть сдан в эксплуатацию. Работа в лаборатории искусственного интеллекта в Ереванском государственном университете уже начались. Организаторы лаборатории уверены, что через год появятся первые опубликованные статьи, а через несколько лет это будет одна из лучших научных школ мира в этом направлении. Радио Хайк. Голос армянской диаспоры. Армянская музыка, новости Армении и Ацаха. Скачивай бесплатное приложение Радио Хайк в App Store и Google Play и оставайся на армянской волне. Хайпост и мэрия Еревана в сотрудничестве предлагают жителям столицы новую услугу. Хайпост сообщает, что новая услуга позволит в отделении почты более удобным и доступным способом информировать клиентов о земельном налоге, налоги на имущество, долгах за вывоз мусора за все года в любом отделении почты. Геопромайнинг завершил второй этап модернизации Агаракского медно-малибденового комбината. На модернизацию производственных инфраструктур комбината было выделено более 30 миллионов долларов. Отмечается, что комплексная программа модернизации предполагает капитальную реновацию производства, техническое переоснащение карьера и перевооружение фабрики. В Армении в селе Гукасаван 16 сентября в рамках программы Японии «Грантовое содействие программам безопасности человека» состоялась церемония открытия профессионального центра информационных технологий. Стоимость проекта – 88 тысяч долларов. Армения богата человеческими ресурсами. Сегодняшние учащиеся смогут получить качественное образование и стать блестящими IT-специалистами, сказал посол Японии в Армении Масанори Фукусима на открытии центра. Самую большую Гату в мире испекли в приграничном селе Хачик. В селе, которое входит в общину Арани в Вайодзорской области, ежегодно проходит фестиваль этого традиционного армянского пирога со сладкой начинкой. В этом году в нем приняли участие жители села, губернатор области Рарат Григориан и военнослужащие. Гату осветили священнослужители, после чего ее смогли отведать все присутствующие. Иран, раздраженный поведением Азербайджана на дорогах Сюника, проводит учения вдоль всей линии границы в районе Аракса. От города Джуга, что граничит с оккупированным Нахиджуваном, до иранского города Асландус, граничащий с оккупированным югом Арцаха. Вчера в Иране Айотуласиид Хасан Амели жестко прошелся по Азербайджану и Турции. Его слова стали поводом для бури в азербайджанских проправительственных СМИ. В частности, он сказал, что каждая страна имеет право проводить учения на своей территории и имеет право пригласить другие государства для участия в них. Но здесь есть такой нюанс, который мы не можем игнорировать. Этот нюанс связан с интервью с одним азербайджанским депутатом, в котором тот сказал, что Иран исчезает с карты мира. И если сейчас не только Азербайджан, но и Турция не хотят добрососедских отношений, то прошу Совет Национальной Безопасности разрешить нашему корпусу стражей исламской революции продемонстрировать мощь Ирана по эту сторону границы. Азербайджану я хочу сказать, если вы, азербайджанцы, хотите взять деньги у Израиля, идите и берите. Пусть Бог примет это. Я знаю, что и посол Израиля слушает мои слова. Я ему хочу сказать, что пусть платит им хорошие деньги, потому что они продали вам свое достоинство, честь, свободу и свои корни. Позаботьтесь о них. Они, азербайджанцы, бедные. Заключил Амели. В Турции возбуждено уголовное дело в отношении правозащитника, признающего геноцид армян. Генеральная прокуратура Аданы начала расследование в отношении Якупа Аташа. По словам Аташа, цель расследования в отношении него – запугать правозащитников. Это расследование против меня и всех правозащитников. Сказал Аташ. В свою очередь, мы благодарим Якупа Аташа за честность и мужество. Арман Царукян нокаутировал американца Гиагаса на UFC Vegas 37. В Лас-Вегасе на стадионе UFC Apex состоялся бой основного карда турнира UFC Fight Night 192. Бой был завершен победой Царукяна техническим нокаутом уже на третьей минуте первого раунда. Сразу после этого Арман бросил вызов восьмому номеру рейтинга UFC в легком весе – американцу Дэну Хукеру. Армянский боксер Армен Машакарян одержал победу над азербайджанским спортсменом Саркханом Алиевым. Поединок состоялся в рамках 58-го чемпионата мира по боксу среди военнослужащих в Москве. Армянский спортсмен выиграл со счетом 3-2 в весовой категории 69 кг. После боя азербайджанец отказался от традиционного рукопожатия и покинул ринг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова